К другим темам. Вокруг торгового центра в Солонцах, похоже, разгорается громкий скандал. Городские депутаты заподозрили застройщика в незаконном подключении к сетям и обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Ну а от нашей редакции в этой истории сегодня разбирался Горгий Аргиан. Передаю ему слово. Красноярские депутаты ответили Европе на санкции возведения торгового центра в Солонцах с французским гипермаркетом Ашан. Теперь под вопросом, утверждают народные избранники. Застройщик попросил у Краскома технические условия на подключение к сетям. Коммунальщики ответили, у компании нет мощности, чтобы обслуживать многофункциональный комплекс площадью в несколько десятков тысяч квадратных метров. Вкладывать деньги в развитие инфраструктуры бизнесмены отказались. И, как утверждают депутаты, нашли менее затратный вариант. Согласовали тех условия с компанией Солонцы водоканал сбыт. По словам депутатов, проблема в том, что она не ресурсоснабжающая. Сегодня юридический статус той бумаги, которую выдал Солонцы водоканал сбыт, ничтожен. Служба строительного надзора и контроля края почему-то молчит, никаким образом не реагирует. И все это выходит просто за рамки того, что мы сможем нормально эксплуатировать свои сети. А они изношены на 80%. Депутаты уже опасаются за будущие инвестиционные программы Краскома. Сейчас готовят список строительных объектов, которые в нее войдут. Она направлена на строительство новых коммуникаций и очистных сооружений. Но, по словам депутатов, реализация программы под срывом. Дело в том, что Ашан и еще один крупный объект Синемабак на набережной отказались в ней участвовать. А, по словам депутатов, опять же, в скором времени они будут придетовать нам мощности Краскома, которые и так ограничены. В Горсовете не исключают, что застройщики пойдут в суд. И тогда могут пострадать простые жители города. В лучшем случае их подключат, и тогда они заберут те мощности, которые мы планируем строить под универсиаду, под решение проблемы детских садов. Это французские товарищи Сашана, которые там санкции какие-то против нас пытаются сегодня вводить. Они за наш счет с вами тут будут вести коммерческую деятельность. В компании Крона, которая возводит галерею Енисей, говорят, все разрешительные документы у них есть. Они достались от предыдущего собственника строящегося объекта. Осталось утверсти с Краскомом последние детали. Сам проект сетей, наружных сетей водоснабжения водоотведения находится на согласовании в Краскоме. Неоднократно он нам возвращался с некоторыми замечаниями. Но до момента ввода объекта в эксплуатацию мы получим все документы. В Краскоме подтверждает, Крона обращалась, но положительного ответа от коммунальщиков не получила. Они приступили к работам по строительству сетей водопровода и канализации без утвержденной проектной документации, что является нарушением строительных норм и правил, а также не позволит подключить развлекательный комплекс к системам водоснабжения и водоотведения. Депутаты горсовета обратились к главному прокурору края Михаилу Савчину и главному архитектору города Константину Шумову. Они попросили проверить законность строительства центров. Горгий Аргян, Павел Иваницкий, 7 канал, Новости 24.